В зале ученики старших классов из Первоуральска, Верхней Пешмы, Ревды и Сесерти. В каждой команде по 7 человек. Школьники решают задачи, которые приготовили для них соперники. Семиклассник пришел в магазин, принес игрушку на 990 рублей. Будет ли это хищением и понесет на ребенок уголовное наказание? Хищением это являться не будет, так как хищение предназумевает собой кражу товара на сумму от 1000 рублей. Оценивает ответы и выставляет баллы жюри. В его составе профессиональные юристы самых разных сфер деятельности. Верхняя Пешма 6 баллов, Первоуральск 7 баллов, Ревда 5 баллов, Сесерти 7 баллов. Олимпиада по праву проходит в городе впервые. Организатором выступает Первоуральское отделение Ассоциации юристов России. До этого проводили конкурсы для школьников на знания прав и законов. Но в этом году было решено сделать мероприятие масштабнее. Идею поддержали коллеги из других городов. Прежде всего, это, конечно, просветительская цель, с тем, чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, во-первых, и профессией юриста, ну и, конечно же, чтобы они получали знания в правовой сфере, могли их использовать. Я думаю, что вот такая вот цель. Если участники Олимпиады и не выберут своей профессии и работу юриста, то уж точно будут понимать и уважать ее. Это такой труд быть адвокатом и вообще юристом, что теперь, я думаю, наверное, человека два из нас только возьмут на себя такую ответственность и выберут эту профессию. Потому что, еще раз повторюсь, это очень тяжело. И я думаю, что каждый со мной согласится. Многие ребята готовились к Олимпиаде больше месяца. К нам приходили адвокаты. Мы ходили на социальную практику к судям. Также у нас по истории учитель и по обществознанию Елена Сергеевна, вот она нас готовила. Каждую неделю мы ходили к ней. Еще плюсом были адвокаты. И вот финал. Жюри подсчитывает баллы и объявляет победителей. Диплом. За первое место в Междугородской Олимпиаде учащихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской области знатоки права вручается команде города Верхняя Пушина. Победители признаются, на первое место даже не рассчитывали. А победили, говорят, потому что команда у них дружная и сплоченная. Пришлось поднапрячься. И мы сделали это. Мы молодцы. В следующем году Олимпиада знатоки права пройдет у победителей в Верхней Пешме. Организаторы надеются, что это мероприятие соберет еще больше школьников, заинтересованных в юридическом деле.